Юля моет наш крутолет стоял зиму там за шифонером я и запылил сверх помоет он такой страшный засрали мы его да но она сначала забыла потом евро юль ты же обещала мне помыть она в нем так это разбирается хорошо я сейчас разберу потом буду час-два собирать его она вот весь по запчастям скрыла мотор отдельно все отдельно лопасти вертухи у нее все же помыто сейчас сетку помоет ему поставим жарко у нас жарко девочки и мальчики жарко надо ставить крутолет один у нас коробки стоит тут мы сразу снимаем это мой да а тот твой там деле мой твой но не когда работали москве 2 до купили приехали сюда и купили у нас был один до этого им было жарко вот они взяли поэтому говоря один я покупала от рукой они покупали и еще было шоу не то поэтому я и говорю это твой энта мой работает хорошо сколько лет уже работают прекрасно она сейчас тут занимается у меня пасти ружки у нас с утра ребенка заяц стирает а я там хочу постель свою освежить сполосную в баню схожу ну да в субботу видео когда выйдет не знаю на факт 6 у нас суббота банный день у меня на улице жарко в баньку так вот я все равно хочется посидеть запах этот банный почувствовать ощутить ну все не буду там разглагольствовать у нас сегодня в чем занятие было вот это а с утра этом делаем тоже занимался на огороде на своем крути все по часам закручивается но это так всегда я там у себя кое-где продергал травку в белой колышке и хочу подвязать помидоры это способ я видел на этом канале тут не надо вбивать каждому помидору в поколушку будет с одной стороны кошка из другой или веревкой тому же делу как видит восьмерка получается каждый куст обовьется ну и также подвязала крыжовник подняла кверху его тоже на одном канале вида видал это ирина название не помню знаю что репортажи какие репортажи не помню она там подвязывала куст смородины так хорошо но не правда пусты здоровая крыжовник у меня так небольшого росточка но ягоды кружок который клубники не вот это тут а клубники там счет весь тоже надо приподнять лежит он там что-то так растет сильно прирост у него так вот я дугами надо быть теперь по осенью обрезать ягодки есть не знаю какие зеленого пока цвета а какие-нибудь сладкие кисло но у нас бесшипный тот который в курсе колючие есть да ну это тоже колючая тут все лазилась царапалась пока его подвязала ну немножко погоди покажу что там делала жарко массе тоже балдеет играет играется лежит кот наш лежит в дверях мы вот так вот открывая ему и у него тапки кверху лежит поигрывать этой веревочкой ветра нет у нас тихо-тихо и жарковато кот тапки кверху мать 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 привет всю привет вот так вот у нас загорает лежит во вкус так а то дома полежит только что пришла с магазина с нашего даже в двух было то купил чё купил взяла вот такой квас хахаля взяла вчера там вафелик купила мы чуть еще не попробовали ну женька как приедет так поможет у меня зубы да у нее зубы хлебушка я взяла это не сало это грудинка у нас такая вот продается 400 с лишним рубчиков взяла вот опять пакетики сельдерей и и шпинат посею еще посею я нибудь найду сахар взяла и там еще кое-что а что еще а это вот такой здесь печенка кусочки какие-то мясо не мясо ушей пахнет хорошо 279 рублей стоит я взяла тут нас точно так небольшой кусочек попробовать и взяла цикорий один рецепт у меня надо попробовать сделать с него квас там добавляется цикорий что-то еще что-то еще надо посмотреть ну что мои хорошие квас я выпила быстренько так к вечеру его уже не было а вкусно жаркую погоду холодненькую кваску с аппетитом прям вот эта бутылочка стоит 85 рублей как-то жаба давит много покупать побалуешь себя разочек и все потом пьешь обычную воду ну я хочу себе немножко порадовать сделать себе не знаю может июле понравится уже не у нас приезжает редко может и ему получится вы попробовать сделаю квас быстрый цикория на просторах интернета конечно это все увидела хочется мне поэкспериментировать какой на вкус получится или нет а этот вкусно но дорого нам понадобится я буду делать сразу на 5 литров так а баклажку меня я покажу все туда надо будет полкило сахара столовая ложка быстро растворим в дрожжей сухих вот они у меня вот такие буду использовать у вас может какая-то другая фирма есть и вот это цикорий цикорий у нас должен быть здесь чтобы был растворимый вот быстро растворимый тоже порошкообразный столовая ложка столовая ложка полкило сахара ну а в конце то может чтобы 10 изюмин брошу а сейчас пойдемте посмотрим да вскипятила я 5 литров воды она у меня остыла до 35-40 градусов должна быть такая вот и не холодная и не горячая тепленькая чтобы дрожжи на заиграли мы теперь пойдемте делать что-нибудь да получится неправда только вкус опять же не знаю понравится нет будем делать здесь у меня с кипяченая вода беру такую 5 литровой набрали немножко огня деформировалась ничего страшного в этом нет пока беру большую кружку сюда высыпаю я полкило сахара на глаз взялась а у меня весы батарейка сдохла пришлось пришлось на глаз дома полкило будет даже если не будет но не будет он резко сладкий ничего страшного столовую ложку сначала наверно какая разница я думаю что есть цикория насыплю что я лет насыплю чуть-чуть чуть-чуть сверху не получилось у меня полный мешает не прорезала и цикория ложка это все заливаю водой хорошо перемешиваю чтобы дрожжи здесь у нас активировались и все растворилось сахар а теперь мне останется только перелить в бутылку воду и добавить эту смесь сейчас налью сюда с кастрюльки водички ну пока хватит я думаю теперь мне надо будет залить вот эту сюда нашу смесь сахар хорошо растворился еще давай вот так вот и достаточно закрывай крышечкой никак пас не попаду и хорошо теперь оставляю немножко открою оставляю где-то на 4 на 5 а то и на 6 часов сначала здесь будет пенка потом это все уйдет в теплом месте у нас сейчас жарко на улице пусть прямо на столе стоит через 6 часов посмотрим что же у меня получилось да сейчас еще у меня тут есть немножко изюма я добавлю для газа изюмчик сюда тоже бросил где-то на полторашку ложится несколько штучек но у меня 5 литров туда еще даже можно бросить все а теперь я оставляю в покое пусть эта масса у меня стоит а потом мы с вами будем снимать пробу посмотрим что же мне вышло блинчики которые я пекла лежали у меня в морозилочке я их достала здесь у меня молочко сливочное масло сливочное масло немножко соль сахар приготовила сковородку сейчас я буду сюда кунать и на сковородочку выкладывать надо мне чтобы молоко закипело ну а пока я открою свои блинчики они подтаяли вот они хорошие вот так и жду пока молоко моё закипит сюда конечно коровьего хорошего деревенского но нету пользуется сливочная я имею ввиду какое топленое деревенское крестьянское там какое нас сливочное масло это не то его еще надо будет перетопить чтобы был такой желтый желтый но нет такого у нас масла коров нет и масла нет ешьте такое тут тоже небольшой кусочек положила чтобы не на пустую сковородку хоть немножко чтобы маслица жду пока закипит молоко закипело теперь я так вот складываю можно не складывать просто так вот окунаете и в сковородку но я всегда складываю аккуратненько так берем и в сковородочку рядышком поставили и окунали и суда вот так другой блинчик там не постоять немножко потомец и получать такие пушистые мягкие мягкие их с чаем с кофе сахар и соль по вкусу а то бывает не знаю куда деть наши блинчики вот пожалуйста накунали и будет замечательно дополнение какому-то блюду первое второе и десерт вот такой сейчас я все это положу что сколько мне надо будет все и все они не войдут сюда а сколько получится я положил сколько мне надо а это молоко с маслицем прямо сверху нужно и ванильку добавить сюда кто как хочет по желанию вот и накрывая крышкой особый огонек а то наверное он чересчур конечно чересчур вот на маленькие и пусть они тут потомятся минут пять ну что тут у меня получилось вот они какие пушистые мягкие и вкусные немножко еще булькает но это все сейчас газ выключится все это пропитается в блинчики и вот такая вот красота я выключаю сейчас возьму вилочку вилочку тарелочку посмотрите прям аж аж пухтят ты чего ж мягкие они что кто так не делал делюсь с вами таким способом у меня всегда делала мама блинчики оставались куда их она так вот намажет нам маслицем с молочком вернее на томит он даже остаются дырочки а ну вот мне три штучки вполне достаточно а это закрывай крышечку пусть стоят потом можно прошло два часа как я поставила квас посмотрите как там изюм плавает играет во всю туда-сюда ныряет процесс идет газики газики идут плавает туда-сюда как интересно пробочка мне так это слегка просто прикрыта ну что ж еще чуть-чуть и будем пробовать я достала своих класс сейчас мы посмотрим слушайте как играет и шипит в жаркую погоду такой квасок самый то во рту так приятно пузырики лопается в общем что я хочу сказать поэтому в квасу для меня сладковатый я сейчас сделаю другой квас но добавлю лимонную кислоту нашла другой рецепт но там по рецепту 650 грамм идет сахара на 5 литров это очень много я положу вот такой бокальчик а так вас вкусный немножко дает дрожжами ну приятно пьется и таки от газики там вкусные можно делать красота ну будем еще делать вас другой уже рецепт бутылочку я уже помыла 5 литровую которым был квас а это вот остатки которые я вам показала тут немножко еще осталось ну и там бокальчики я не выскупила а сейчас будем делать с вами новый вот сладким для меня надо чудо убрать убрать эту кист сладость 5 литров я вновь закипятила все остыла приготовила тару сейчас сюда положу бокал сахара вот он насыпанный у меня я думаю достаточно на 5 литров потому что чересчур сладко тоже плохо боюсь как бы вот этого не было много ну ладно теперь надо мне чайную ложку сюда лимонной кислоты возьмем возьму неполную так две столовых ложки цикория в том рецепте была одна но я положила две в этом рецепте стоит две ложки столовых прям сверху и ложку сделаю дрожжей поменьше чуть-чуть в том рецепте я положил чуть не полторы в этом сделаю но одну ложку сейчас я открою вот две ложки я насыпал цикория ложку ставить чайную лимон очки но теперь осталось ложку дрожжей ну вот такая вот сейчас сюда наливаю воду немного прямо из кастрюли все только как я вам показывала все хорошо перемешаю залью баллон и эту смесь туда все налила кругом перелила и сюда добавляю сейчас немножко еще долью до верха потрясу хорошо и до верха долью выполнение прям вот так вот можно вот так вот вот так вот